А в Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей 8-го международного литературно-художественного детского и юношеского конкурса «Гренадеры вперед!». Конкурс был приурочен к празднованию 400-летия преодоления смуты и 200-летия победы в Отечественной войне 1812 года. Светлана Соколова с подробностями. Недаром помнит вся Россия. Под таким названием в этом году проходил международный детский конкурс. 70 финалистов, съехая из столицы на торжественную церемонию награждения. Постравить ребят заслуженной победы приехали представители государственной власти, писатели, ветераны Великой Отечественной войны, художники, артисты, космонавты, духовенство. Мы вас любим и на вас надеемся, что Россию передадим в хорошие руки. Когда вы вырастите, вы удержите нашу страну, и она станет такой же сильной, как и была. Останется сильной. Останется сильной. Успехов вам! Шесть лет конкурс был всероссийским. В 2011 он стал международным. В этом году отборочный тур стартовал в феврале. В нем приняли участие несколько тысяч детей из России, Украины, Белоруссии, Франции. Многие уникальные работы можно видеть на этой выставке. Это литературные произведения, рисунки, проекты интернет-сайтов, другие творческие работы. Каждый десятитысячный молодой человек в нашей стране поучаствовал в нашем конкурсе. В этом году пришло 15 тысяч работ. Победителей стихотворцев у нас только двое. Вот Игорь из их числа. Он из города-строителей Белгородской области. Правильно я говорю? Я верю, не поставить никому великую державу на колени. Народ наш защитит свою страну. И в этом нету никаких сомнений. А тот, кто строит в голове своей почти наполеоновские планы. Пусть четко знает, нет страны сильней. России не страшны ничьи капканы. Все восемь лет председатель комитета Марина Ганчева и ее помощники вкладывают силы в развитие конкурса, помогая ребятам проявить свои таланты на самом высоком уровне. Основной состав участников – это дети и подростки из малых городов, станиц, деревень. Принимают участие и воспитанники детских домов, дети-инвалиды, курсанты, суворовских и нахимовских училищ, студенты. Я, например, писал насчет полководцев, насчет духовного отношения к своим подчиненным, к солдатам. И как вообще они относились к своим солдатам. Писал, например, про Суворова. Он всегда уважал солдат. Мы встретили новых друзей в этом конкурсе, узнали много интересного, интересную информацию мы получили. Победителям конкурса были вручены памятные медали, грамоты и подарки. В дынешнем году конкурс был посвящен не только войне 1812 года, но и преемственности, подвигах героев разных лет. Катя Буркова из Алтайского края несколько лет подряд участвовала в конкурсе. И всегда ее работы были отмечены добрым словом. Но в этом году она получила заслуженную награду. В конкурсе у нас участвует очень много детей. А у нас целое движение гренадерское. Потому что настолько понравился этот конкурс, что дети уже в результате конкурса становятся дружными и уже друг друга не теряют. А работы какие потрясающие. Победить очень трудно. Но из нашего Алтайского края за эти годы 25 победителей. Все работы участников замечательные. И выбрать победителей не так-то просто. Но не нужно отчаиваться. Скоро стартует 9-й международный конкурс, о котором организаторы объявят в скором времени. Так что у многих ребят все еще впереди.